этот трав и сейчас будет жесточайший тест для ружья армсан феномена а ну-ка еще результат хороший в районе 85 сантиметров в районе 7 сантиметров достойно лучшее из своего класса всех рад приветствовать на канале охот актив и сегодня у нас рубрика распаковка сегодня будем показывать отличные новинки в оружейном мире и перед тем как начнем обязательно посмотрите подписались ли вы на наш канал или нет если вы не подписались то возможно вы пропустите все самые интересные видео об оружии наши эксперименты и наше путешествие а если вы подписались то переживать не нечего расслабьтесь и мы начинаем сегодня будем рассказывать вам про оружие от фирмы армсан и называется она финном чем же она такая феноменальная мы конечно покажем все нюансы расскажем про это оружие покажем чем она отличается от остальных и обязательно мы из нее постреляем сделаем тестом сан компания позаботилась о владельцах оружия и сразу вложила в комплект вот такой чудесный пластиковый кейс он очень прочный он имеет четыре замка и имеет колечко чтобы вы пристегнули замок чтобы можно было с ним перенести любой перелет ну по крайней мере по россии ну и давайте поговорим все-таки о самом ружье что же здесь такого интересного вот давайте начнем с основного по габаритам оружия в собранном виде 710 столом оружие занимает 125 с половиной сантиметров это 710 столом а 760 столом оружие занимает у нас место 130 с половиной соответственно в разобранном виде оружие будет выглядеть следующим образом самая длинная часть это у нас ствольная коробка с прикладом и цельем и они будут занимать 91 сантиметр поступило чисто в дереве но чуть позже появятся также варианты в пластике и в камуфляже вес оружия составляет 3 килограмма 100 грамм это со с длиной ствола 710 и 3 килограмма 200 грамм с длиной ствола 760 также в проекте у завода имеется ружья с калибром 20 поступило у нас 12 калибр но также чуть позже появится и 20 калибр тоже ружье имеет принцип перезарядки инерционного типа здесь не отводятся пороховые газы а используется импульс отдачи патрона давайте посмотрим также комплектацию что к этому ружью идет а идет к нему вот такой красивый кейс он компактен удобен в хранении ничего не болтается все довольно плотно прижато и что же здесь у нас есть у нас здесь есть ключ для дульных сужений вот таким он образом выглядит также есть вставки в приклад который позволит вам регулировать наклон проект погиб и тому подобное изменять приклад под вас чтобы можно было удобно подстроить потому что мы все разные у нас параметры отличаются по физиологии и антропометрии следующий также в комплекте идет набор из дульных сужений их в комплекте 5 штук одно в стволе и четыре у нас комплекте так что взяли вот такой бокс подстроили ружье под тот тип охоты который вам нужен на той на ту дистанцию которую вы думаете стрелять и у вас полный комплект всегда под рукой это очень удобно но давайте опять вернемся к нашему ружью что здесь все-таки еще интересно также на ружье фенома имеется вот такие пазы ласточкин хвост для установки каких-нибудь легких прицельных приспособлений конечно оптической прицел он не выдержит или ночник коллина с коллиматором справится абсолютно с любым здесь это предусмотрено ласточкин хвост присутствует прицельная планка шириной 7 миллиметров на высоких стойках позволяет вам удобно прицеливаться имеет также сверху геленджировку которая не бликует на солнце что еще оптоволоконная мушка также присутствует производитель фирма тругу хороший качественный полимер используется который не разрушается от погодных условий потому что будет служить долго при различных обстоятельствах и не будет разрушаться это класс плюс еще он соседа мушка накапливает со всех сторон свет и и концентрирует ее на концах значит она будет иметь какую-то легкую подсветку когда вы будете прицеливаться даже в сумерках это очень удобно патронику оружие 76 12 на 76 что позволяет вам использовать патрон из длиной гильзы 65 70 и 76 соответственно канал ствола хромированный диаметр канал ствола 18 и 4 по затыльнику затыльник здесь комбинированный имеет свои верхушки непосредственно вот такую пластиковую часть что она дает если бы он был полностью резиной то вот эта часть цеплялась бы за одежду здесь производитель продумал и вставил вот такой такую пластиковую часть она в отдаче почти не играет какого-то вам неудобства она приносить не будет но когда вы будете вскидывать оружие вот смотрите она легко проходит по ткани и базируется в плече а дальше уже при отдаче будет уже играть вот основной наполнитель затыл затыльника или резина красота давайте разберем посмотрим сколько у нас боевых выступов сколько боевых упоров познакомимся так сказать с оружием изнутри так для неполной разборки нам необходимо открутить гайку цевья откручиваем по турецкому законодательству ружье должно быть магазинное снабжено ограничителем но слава богу у нас таких законодательств нет ограничитель удаляем он нам не нужен так это у нас летела защитная вставка которая позволяет вывешивать оружие в магазине не поцарапав ствол она нам не нужна еще один нюанс которым снабжена ствольная коробка ружья arm sun fenoma это увеличенная шахта загрузки магазина смотрите она здесь уже идет по типу спортивного с легким пропилом что позволяет вам легко досылать патроны в магазин платок движется довольно таки мягко имеет довольно прогнозируемое нажатие и легко вы сможете загружать причем когда погрузили последний патрон палец не цепляется ни за какие выступы очень удобно так вот так у нас выглядит ствольная коробка с трубкой магазина давайте посмотрим на свой на сам затвор затвор у нас имеет два боевых упора экстрактор копир ну и массивное тело которое внутри имеет пружину все в принципе по классике мне нравится очень что хвостовик затвор имеет вот такую массивную конструкцию тем самым позволяя иметь большой настрел по этому ружью она не штампованная она именно летая эта деталь значит можно ее очень хорошо нагружать вот будет служить долго как и со само основание затвора у ствола имеется вот такая длинная муфта которая базируется в ствольной коробке также присутствует эжектор который у нас монтирован уже непосредственно в муфту и муфта имеет два боевых выступа который находится в стволе вот такой внутренний мир ружья армсан фенома ну а мы переезжаем на холм чтобы произвести отстрел этого ружья посмотрим как она стреляет картечью как она стреляет дроби и как она стреляет пулей оставайтесь с нами и будете в курсе вот мы и переместились на наш полигон чтобы отстрелять замечательное ружье от компании армсана именно феномена взяли мы ее в двух стволах 710 и 760 будем стрелять на 35 метров дроби номер 7 масса дробового снаряда у нас 32 грамма выстрелим мы по мишеням выстрелим мы по мишеням который опять же на 35 метрах и с дульным сужением получок посмотрим вообще как оружие работает с 32 граммами это будет старт наши нашего испытания посмотрим какую она у нас на дистанции 35 метров потом выстрелим пулей и посмотрим как хорошо она кушает патроны с навеской 24 грамма перезаряжает или не перезаряжает посмотрим все узнаете сегодня выпуске патроны будем использовать турецкой фирмы jet здесь как раз представлена в правой руке в красной упаковке jet это классические патроны для охоты 32 грамма дробь номер 7 и спортивные патроны также от компании jet серия называется этот троп ну ими мы сегодня постреляем обязательно поверь посмотрим как она будет работать с этими патронами и начнем 710 стола патроны подготовили открыли красивые такие красивые патрончики патроны jet производится в турции собираются на импортных компонентах но я думаю дробь они сами производят контейнеры тоже а вот порох и капсулю них идет импортный то есть нобель спорт капсуле наверно шидит ну или что-нибудь из этого надеваем наушники наши дульное сужение у нас установлено получок все готовы к выстрелу стреляем до отдача резкая экстракция хорошая теперь тоже самое сделано только со стволом 760 длина стала 760 также установлен дольное сужение получит или 05 все все готово правая мишень ствол 760 отлично экстракция хорошая а теперь посмотрим наши результаты после стрельбы дроби здесь у нас ствол 710 давайте посмотрим примерную осыпь какая у нас получилось в районе 85 сантиметров вот осыпь хорошая видно что белых белых пятен мало но одно здесь здесь такое небольшое на пробитие опа вот она наша досочка так диаметр дроби номер семь два с половиной миллиметра посмотрим какое пробитие сухой сосновой доски так что у нас отлично три диаметра семь с половиной миллиметров ага шесть с половиной здесь в районе девяти с половиной а здесь в районе давай восьми с половиной миллиметров погружения дроби сухую сосновую доску это хороший результат как для ружья так и для патрона а для охотника это залог то что вы добудете дичь так теперь ствол длиной 760 здесь осыпь у нас чуть покучнее она вот здесь убралась давайте сейчас посмотрим сколько у нас занимает круг в который входит это осыпь конечно приблизительно но здесь видно что в районе 70 до 70 75 сантиметров но нет ни а вот по кругу он мы видим что у нас в районе 80 разница заключается в районе десяти процентов вот пять сантиметров длины ствола у нас дают улучшение кучности в районе десяти процентов до теперь наша досочка и что мы видим здесь потому что у нас досочка это было не жестко зафиксированный скорее всего было какое-то колебание потому что здесь дробь очень ну не глубоко вошла на некоторый участка которые прижимались вот у нас 6 миллиметров вот а где вот был свободный свободная вывешенная сторона так здесь у нас тоже в районе шести с половиной но также на два-три диаметра погружения по дроби плюс еще диаметр дроби так что тоже хороший результат сейчас выстрелим пулей давайте не будем забывать что стрельба пули из глубокоствольного оружия это дополнительная его функция стреляем по правой мишени пулями вольф power rifle slug выстрелим два раза на дистанции 35 метров посмотрим как какая у нас будет кучность в оружие так отлично теперь выстрелим из ствола 710 зарядим наши пули и выстрелим на дистанцию 35 метров в стволе установлен тоже сужение также получок класс результат хороший так мы сейчас смотрим на результаты стрельбы ствола для с длиной 710 миллиметров смотрите какой прекрас какая прекрасная кучность у нас получилось она по этим пулям на 35 метров в районе 7 сантиметров достойно следующий результат здесь 760 получился в районе 13 с половиной сантиметра тоже достойный результат что это означает что при данной кучности вы спокойно можете данным комплексом охотиться на дистанцию 70-80 метров потому что это самая эффективная дистанция для выстрела из гладкоствольного оружия в моем комплексе стрелок ружье феномена от компании армсан плюс патроны вольф я спокойно могу добывать зверя на предельные дистанции для гладкоствольного ружья а именно 70-80 метров и сейчас будет жесточайший тест для ружья армсан феномена а именно мы отстреляем настоящими мужскими патронами с навеской гроби 24 грамма до выстрелим мы попробуем так чтоб пачка закончилась ух ты стище сделаем пожалуйста феномена давай работай покажи красотка на что ты способна заряжаем патрончики один ствол один упал два три и четвертый в магазин 5 влезет нет не влезет 4 плюс один магазин потому что я готов феномена ах ты как она их кушает просто ам-ам-ам как финики а в косточку влево и вправо фу 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 один за другим даже не споткнулась подбираем у нас патрон который упал животик почти не мешал мне для этого атлетичный мой так а ну-ка феномена удивить еще один магазин молодец феномена а ну-ка еще и назад же вести давай феномена покажи пачку долой патрончик патронник и 4 в магазине лучшее из своего класса только в магазинах охот актив и конечно на канале охот актив так что не забывайте подписывайтесь и оставляйте свои комментарии мало ли мы что забыли целый день голова кругом от удовольствия сообщи общения с вами и с таким оружием красивым подписывайтесь и оставайтесь у нас на канале а у нас на канале много чего интересного у нас здесь есть и путешествие и различные разборки также у нас есть еще здесь как правильно ухаживать за оружием как и как какие случаи бывают на охоте масса всего интересного и только благодаря подписке вы это не пропустите спасибо вам большое за внимание любите свое оружие и она вас никогда не подведет прямо как феномена